Железнодорожная инфраструктура страны продолжит совершенствоваться. Стратегию развития отрасли обсудили в Москве на конференции Объединения производителей железнодорожной техники. Сейчас в состав ОПЖТ входят порядка 200 производителей, в том числе 26 чувашских предприятий. Как будет реализовываться программа модернизации железных дорог, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Железнодорожная транспортная система встала на рельсы инноваций. НИХОТ РСЛИ действительно нуждается. Если сейчас порядка 50% комплектующих для поездов выпускается за рубежом, то в ближайшие годы это соотношение должно измениться в пользу российских производителей. Меры поддержки предприятия уже разработаны на федеральном уровне. Это и новые меры поддержки, направленные на международную экспансию, компенсация затрат на амологацию, сертификацию. Я уверен, что таких мер поддержки должно становиться больше. Президент поставил задачу, поскольку пик гособоронзаказа придется на 2018 год, после этого объемы будут значительно сокращены. А несмотря на рост военно-технического сотрудничества, все равно предстоит решить непростую задачу по загрузке тех созданных производственных мощностей, которые есть. Руководители предприятий, которые входят в сообщество ОПЖТ, говорят, что спрос на российские разработки повысится. В ближайшие годы в стране предстоит реализовать грандиозную программу модернизации парка локомотивов. На рельсы очень скоро встанут современные модели поездов. В этом году мы сконцентрируем свою поддержку на стимулировании спроса, на специализированный грудовой подвижной состав, а также поможем промышленным предприятиям начать программу обновления своего парка локомотивов. Спросы и предложения обе стороны прорабатывают детально. Разработки чебоксарских предприятий применяют при строительстве Московского центрального кольца. Для НУШТРЖД в Чувашии произведут 400 шкафов автоматической блокировки. Директор завода говорит, что в перспективе здесь готовы взяться и за другие заказы. Но чтобы реализовать намеченные планы в железнодорожной отрасли, необходимо развивать науку. Мы работаем с ведущими институтами отрасли. Это прежде всего компания «Институт НИАС», это ВНИКТИ. Мы стараемся, чтобы наши конструкторские подразделения участвовали очень активно в разработке новых продуктов. Мы говорили много уже по системе АБЦТМШ. Это, считаю, плод совместного труда. Продукция предприятий Чувашских конкурентно способна. Это точно, это знаю, не понаслышке. Она вполне может состоять в конкуренции продукции наших зарубежных партнеров, таких крупных, как швейцарская компания АББ. Это то, что мы видели уже воочию на наших объектах. Члены ОПЖТ называют Чувашию стратегическим партнером. Для нуждотрасли предприятия республики производят цистерны, пульты для машинистов, обувь и не только. Есть новые товары, они инновационные, которые востребованы на самом деле российскими железными дорогами. За последние шесть лет хочу сказать, организации Чувашской республики, участвуя в конкурсе, в конкурентной среде, выиграют по цене и по качеству эти заказы. И на самом деле продали 120 миллиардов рублей товаров. Это для нас на самом деле государственный заказ. Итоги работы за 10 лет ОПЖТ намерены подвести в Чебоксарах. В столице республики проведут очередную региональную конференцию партнерства. Глава региона отметил, что сотрудничество с производителями железнодорожной техники выходит на новый уровень. Бедриковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Москвы.